В школе номер 8 продолжается капитальный ремонт здания. Этому уделяют особое внимание. Цветовая гамма полностью повторит то, что было изначально, чтобы сохранить исторический облик учреждения. Школа наша с 1951 года. Она калуарная, она маленькая. Но поскольку строение столько лет уже, прекрасная школа, горячо любимая и родителями, и учителями, и нашими детьми, она нуждалась в ремонте. Мы счастливы, что выбрали нашу школу, что такой замечательный ремонт, что вот этот процесс уже радует, а дальше будет еще лучше. Здесь уже полностью заменили кровлю, подрядчик приступил к покраске фасада и обустройству входных групп. В спортивном зале также идут ремонтные работы. Строители уложили износостойкое напольное покрытие и заменили систему отопления. Останется обустроить декоративный экран батарей, нанести трафаретную краску, а также установить баскетбольные кольца и защитную сетку. Преобразование в лучшую сторону происходит и в 10-й школе. Там строится новый спортивный стадион. До этого в учебном заведении не было условий и заниматься физкультурой на свежем воздухе не представлялось возможным. Напомню, с чего началась эта история в прошлом году. История началась жить. Мы не просто так пришли сюда, мы не просто так увидели. Здесь у нас стояли теплицы в том году, но не было никакого спортивного ядра от слова совсем. И мы говорили, что здесь нужна спортивная площадка, но на которой для тишины и покоя смогут ходить жители у нас без лежащих домов. На стадионе будет три беговых дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, футбола и зона воркаута. Сейчас выполняется подготовка под песчаное основание и почти сделан бордюр. Следующим этапом станет укладка покрытия и установка оборудования. Здесь у нас всегда есть линейка. Но вот как раз линейка будет напротив как раз нового ядра, который ни дети не видели, вообще не представляли, как это может быть. 11 класс и 10 вообще рады, что у нас наконец-то спортивная. Потому что, если честно говорить, о спортивных победах-то они у нас тоже есть. Вот вы награждали мальчика, как раз нашего красного Андрея, это наш ученик. Да, то есть у нас есть. И у нас очень много легкоатлетов, которые действительно ждут беговую дорожку. Не менее важные изменения идут и в образовательном комплексе в Поведниках. Там реконструируют здание дошкольного отделения «Ивушка». Обновили практически все – кровлю, фасад, окна, двери и инженерные коммуникации. Что у нас вещалок? Вещалок мы не трогали. Мы так сделали только вентиляцию. Остановили всю полностью вентиляцию, вытяжную зонты поставили. Но сегодня привезли уже новые холодильники. В конце месяца в сад завезут новую мебель. А до этого времени будут закончены все ремонтные работы, как в самом здании, так и на территории дошкольного учреждения. Практически такие же работы ведутся в детском саду для детей с ограниченными возможностями здоровья на Новом Итищенском проспекте. Изначально здесь планировали сделать только косметический ремонт. В процессе демонтажа коммуникации выяснилось о том, что сад не подлежал никакому ремонту. Глава приняла решение, мы поменяли 100% электрику, канализацию, ливневку, отремонтировали полностью кровлю. И сейчас, на сегодняшний момент, все, что было больше 40 лет, мы 100% поменяли. Здесь также предусмотрели и новые расширенные переходы для маломобильных детей. А на крыльце и лестницах появятся пангусы. Строительные работы на всех объектах будут завершены к концу месяца. И уже 1 сентября в обновленные школы и детские сады смогут пойти юные жители округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова